яблочный спас традиции приметы и что связят и что категорически нельзя делать в этот день 19 августа отмечать преображение господне это один из 12 главных христианских праздников народе его еще называют яблочный спас 19 августа отмечает преображение господне или яблочный спас это второй в череде трех спасов каждый год их празднуют одинаковые в дне 14 августа медовый 19 августа яблочный и 29 августа ореховый в этот день по библейскому преданию иисус явил апостолам свою божественную силу он повел их на гору фавор и там преобразился его лицо засияло одежда стала белой как свет утром в этот праздник отправляются в церковь и освещает яблоки и другие фрукты нового урожая этими плодами принято угощать нищих родных и близких людей при этом нарвать плоды которые потом освятят церкви обычно просили именно детишек считается что в день второго спаса нужно съесть освященное яблоко откусывая первый кусочек загадайте желания которое согласно поверью обязательно исполнится кроме того считается грехом забыть в этот день о душах покойный после церкви полагается сходить на кладбище и помянуть умерших что же светить в церкви в этот день это яблоки груши и другие фрукты это считается символ урожая конечно же хлеб связи так как это символ семьи также хрен соль выпечку с яблоками мед цветы и мак и колосья пшеницы стоит сказать что в спасу корзину не кладут мясных изделий и алкоголь также считается что освященные продукты нельзя ни в коем случае выбрасывать что нельзя делать на яблочный спас выполнить любую работу по дому это шить вязать заниматься уборкой ведь говорят кто на спаса шьет до конца дней слезы льет также нельзя в этот день заниматься строительными работами прогонять насекомых и убивать и конечно же ругаться и ссориться нельзя в этот день и желать кому-либо зла ведь она может вернуться к вам считалось что до второго спаса нельзя есть яблоки и в противном случае если в семье умер ребенок то на том свете он в этот день останется без гостинца есть мясо и молочные продукты к сожалению не получится так как яблочный спас празднуется во время именно успенского поста ну а теперь давайте немножко затронем приметы в этот праздник и так яблочный спас называют еще днем встречи осени или первые осенины наши предки считали что именно в этот день заканчивалась летом пришел спас готов рукавички про запас чистое безоблачное небо к морозной зиме какая погода на спас такой будет и покрова напоминаем покрова отмечается 14 октября ежегодно если на яблочный спас пожелтили листья на деревьях скоро сильно похолодает если на руку сядет две мухи одновременно человека ждет удачи если на мед поставленный на стол в этот день села пчела в доме будет всегда достаток вон друзья вот такой вот праздник яблочный спас 19 августа мы все вместе с вами будем отмечать друзья на сами как стабл канал за тарика для тебя подписывайтесь наш канал ставьте лайки если вам понравится это видео смотрите другие видео на нашем канале но сами как всегда мы были за тарика канал за тарика для тебя и мы друзья прощаемся и услышимся в следующих эфирах пока пока